Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 И три часа ночи стою вот так. Как мне тяжело, а? Ну, надо ловить. Да, дай кофе, пожалуйста, да-да-да, вот тебе кофе. Но до этого у меня был алкоголь еще, там, вино, которое мы хорошо празднули. И надо, поверь мне, я больше ничего не помню. Три, там, три тридцать, стою вот так, и потом смотрю часы. Прямо там на пляж, вот так. И вода, которая у меня, вот так. Короче, упал просто. И друзей мне решили, а все, пусть он там лежит. Да ладно. Серьезно? И тебя вынесло на берег? Нет, у меня просто друзей вот так. А, да-да-да. Так и передайте своим мужьям, что в три часа ночи никакой рыбалки. Итак, масло уже разогрето, поэтому мы сразу добавляем сельдерей, гриби, лук. Обжарим буквально 3-4 минут. Еще добавляем соль, перец. Эта начинка у нас будет более острая, чем первая. Ну, опять же, если вы не любите острое, можете просто добавлять тимьян, базилик, что-то такое острое, но в меру. Вот если бы ты был в меру в ту ночь на рыбалке, ты бы не упал замок. А, да. Кстати, давай выпьем по чашечке кофе. А, все. Вот прямо сейчас. Да, хорошо. И, кстати, Винни заранее обработал салаку, который мы будем использовать при готовке, в том растворе уксуса слабом. Помните, на литр воды две столовые ложки уксуса. Она там побыла, и теперь запаха рыбы на кухне вообще нет. Я могу спорить, я могу кушать сырая. Нет, лучше выпей кофе, я приготовила. Да. Угощайся, пожалуйста. То есть, получается, Винни, у нас одна начинка. Сладкая. Да, это сладкая. Да. А это остренькая. Остренькая. А мы будем как-то еще обрабатывать рыбу, жарить или в духовку отправлять? В духовку. Отправляем в духовку, 190 градусов, буквально 15 минут. И вуаля. А вот так, если прицениться, сколько бы такие рулетики в итальянском ресторане могли стоить? В ресторане четыре рулетки стоят 25 евро. Винни, ты что? Мы можем делать бизнес. Я буду отсюда пешком их в Италию нести. Я только за... Надя, вот тебе. Отлично. Ну, просто на всякий случай. Итак. Обжаренные грибочки, лучок, сельдерей, специи. Да. Так, Надя, пока тебе скучно, можно добавлять еще половину сыр. Сюда? Да. То есть сыр мы добавляем в оба вида начинки? Да. Сюда и еще сюда. Еще добавляю пепперончино. Еще сахар. Это соленая начинка, я напоминаю. Еще базилик, Надя. И петрушка. Все. Вот наша начинка готова. Начинки готовы. А теперь самое интересное, создать из очищенной салаки, которая уже не имеет постороннего такого специфического морского запаха, рулетики. Легко. Первое. Я буду делать как ты, давай мне рыбеху. Просто у нас с разной начинкой будет. Смотри, Надя. Раз. Еще зубочистый нам нужно. Есть у меня. Раз. Ну, сделаем еще шесть. Еще мне. Я быстро работаю. Я у тебя учусь. Прелесть какая. Ой, мне уже не терпится теперь это попробовать. Итак, вуаля. Так, наденем пергамент. И раз, два. Итак, а теперь оправляем в духовку. В духовке, разогретой до 190 градусов, наши необычные рыбные рулетики пробудут 15 минут. Как приготовить необыкновенно вкусные рулетики из недорогой салаки? Продолжается мастер-класс от Винченца, и мы достаем их из духовки. Ох, какой запах. Ах, белиссимо. Причем запах-то не рыбы, а тем более не этой сырой морской рыбы, которая так много недолюбливает людей, этот запах. А запах начинок. Ммм, покупки распространяются. Маленькие такие, вкусненькие. С ними можно еще и разговаривать. И пока Винни это делает, я напомню, как мы их готовили. Возьмите салаку. Для творожной начинки творог, яйцо, панировочные сухари, твердый сыр, грецкие орехи, зелень, изюм, чеснок, оливковое масло, соль, черный молотый перец. Для грибной начинки шампиньоны, твердый сыр, базилик, сельдерей, лук, соль, сахар, перец, чили. Помытую очищенную от внутренностей салаку замочить в слабом растворе уксуса для того, чтобы избавиться от неприятного запаха. Затем посолить и поперчить по вкусу. Для приготовления творожной начинки взбить яйцо, посолить, добавить панировочные сухари или хлебные крошки. Затем чеснок, творог, тертый твердый сыр, орешки, изюм. Посолить и поперчить по вкусу, хорошо перемешать. Для грибной начинки поджарить на растительном масле лук и шампиньоны. Смешать с сыром, измельченным стеблем сельдерея и базиликом. Добавить соль, сахар, перец, чили. Аккуратно выложить начинки на внутреннюю часть рыбы, свернуть в рулет и закрепить шпажкой или зубочисткой. Рулетики отправить в духовку, разогретую до 190 градусов, на 15 минут. Подавать горячими. Итак, недорогая морская рыба, разнообразные начинки и, как сегодня говорит Винченце, вуаля! Ресторанный седевр хочу попробовать. Можно? Нужно! Нужно! Начну с грибной. Рыбка мягкая. Я начну с лимона. Какие остренькие. Прямо так бы ела и ела эти рулетики с грибной начинкой в твоем ресторане за 25 евро. А теперь буду пробовать это творожное, Надя, попробуй. Это уникально вкусно. Ну уж необычно это тоже. Мне вот прям изюм попался. Я бы и не подумала, что из этих двух начинок мне творожное, сладкое понравится больше. Вот это да. Вкусно, очень. А ведь я до последнего не верила, что из такой рыбки можно придумать настолько изысканное блюдо. И с такими необычными начинками. Винни, спасибо тебе огромное. И вам спасибо. Привет, Ютуб! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись им со своими друзьями. А еще подписывайся на наш канал, и ты узнаешь обо всем первым.